Экипаж от телеканала Енисей состоит из четырех человек. Участники сейчас вовсю готовятся к путешествию. Как оказалось, в команде уже распределены роли. И сейчас самое важное подготовить автомобиль к пробегу. Оксана Швецова на телеканале Енисей отвечает за новости со всех районов края на себя. Во время автопробега она берет одну из ключевых ролей. Оксана будет вести автомобиль из Красноярска до Крыма. По ее словам, за рулем она отдыхает, поэтому с удовольствием возглавит колонну. Опыт есть. Совсем недавно на автомобиле она ездила до Китая. Поэтому ежедневно преодолевать сотни километров по трассе ей точно не составит труда. Но самое главное – это возможность в очередной раз почтить всех тех, кто в годы Великой Отечественной войны был на фронте. Среди них оказался и дедушка Оксаны. Его собрали в армию в 1939 году. Он еще попал на финские события, которые были в 1939-1940 году. И затем уже оттуда прямо попал на фронт, на Великую Отечественную войну. Он воевал в армии Рокоссовского и защищал Сталинград. Как оказалось, каждого участника пробега, с городами, мимо которых будет проезжать наша колонна, связывают личные воспоминания. Например, полуостров Крым у Андрея Дунаева всегда ассоциируется с детством. Еще маленьким он отдыхал в детском лагере «Артек». И вот спустя 30 лет он снова вернется в те беззаботные летние дни. Я был там один раз в жизни, ровно 30 лет тому назад, в пионерском лагере «Артек». Это были самые потрясающие дни моего детства. 40 дней я провел на Черном море и завел потрясающие знакомства. Каждый день был настолько эмоционально насыщен, что я просто с теплотой и с радостью вспоминаю те времена. И слава Богу, и слава телеканала «Енисей», что мы можем вновь оказаться в этом месте, и я смогу посмотреть, как изменился пионерский лагерь. У жителей нашего большого края наверняка тоже есть такие истории, которые невидимыми нитями связывают с героями и городами, которым волей судьбы пришлось пройти через Великую Отечественную войну. Поэтому телеканал «Енисей» решил составить карту памяти. Каждую историю героев должны знать и помнить. Мы призываем всех жителей Красноярского края рассказывать нам свои семейные истории. Может быть, ваши деды или прадеды воевали по маршруту следования нашей колонны. И вы можете рассказать историю того, как это было. Мы такие истории собираем очень бережно. И, соответственно, каждого конкретного человека, который будет в нашей карте, мы обязательно почтим его память на том месте, где, собственно, он сражался, а может быть, сейчас покоится. Все эти истории можно отправлять на специальный сайт, который мы создали, автопатриоты.рф. Кроме того, писать можно и нам в социальных сетях. Уже сейчас я получаю много таких историй. Однако на сайте можно размещать и так называемые путевые заметки о путешествии в Крым. Куда лучше заехать по пути, где остановиться и что нельзя пропустить. Для участников это тоже будет интересно. Данил Запятой в сентябре прошлого года ездил на полуостров. Впечатлений осталось масса. Особенно запомнился Севастополь. Это легендарный героический город, который потерпел две осады. Два раза он был сдан и отстроен просто с нуля. Не забывали про него. И сейчас он, можно сказать, еще одно третье осаду 23 прошедшего года продержался. И его нужно обязательно посетить. Там есть большое количество исторических объектов, панорам, которые рассказывают об истории тех дней. Начнется большое путешествие 15 августа. До старта автопробега мы обязательно расскажем и о других участниках, которые вместе с нами поедут по городам-героям, чтобы возложить цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне. Екатерина Погорелова, Александр Ермошенко. Новости.